Приврали, конечно, немцы, американцы, как всегда, потому что Switchblade это не более чем летающая, управляемая, дистанционная граната, и, конечно, никакого ощутимого вреда танку или бронемашине причинить она не в состоянии. Что же касается барражирующих боеприпасов, которые здесь назывались, это Phoenix Ghost, это Switchblade 300, Switchblade 600, это действительно очень опасное оружие. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Ну, представьте себе, что он запускается, например, вот на кадрах показано так называемого минометного старта с сжатым воздухом, запускается электромотор, от него он обладает очень малой отражающей поверхностью, не оставляет практически никакого теплового следа, применяется внезапно, с высокой точностью, по отдельно взятым машинам, бойцам, расчетам. Это действительно очень грозное оружие. Это как высокоточная мина? Да, да, причем она наводится исключительно, точно исключительно, вот можно сказать даже, на конкретного человека, на конкретный расчет, на конкретную машину. И уже поставлено несколько сот Switchblade'ов и больше 120 Phoenix Ghost'ов, поэтому и надо полагать, опять-таки, не надо себя успокаивать, что у них там что-то иссякает. Это, я называю это, информационно-успокоительная таблетка, не надо себя вот тешить этими иллюзиями, ничего у них там не иссякает. Что случилось? Почему все это происходит? Здравствуй, друзья. Русская служба BBC посчитала, что с начала войны в Украине уже в шести регионах люди призывного возраста попытались поджечь военкоматы. Вот это вчерашний случай из Нижневартовска. Парень приготовил целых семь бутылок, чтобы сгорел наверняка. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Все семь бутылок полетели прямо в цель. Сгорела приемная, главный вход, картотека и рабочие кабинеты. Вот это видео из городка Луховицы, Московская область. Неизвестный молодой человек ночью пробрался на территорию военкомата, бросил несколько коктейлей молотого, сгорели два кабинета. Третьего марта в центре Воронежа еще один неизвестный бросил коктейль молотого в здании военкомата. Восемнадцатого марта еще один парень тоже поджег военкомат в Свердловской области. Его задержали гаишники. Еще один военкомат пытались поджечь в Ивановской области в ночь на одиннадцатой марта. А восемнадцатого апреля неизвестное забросали коктейлями молотого военкомат в поселке Зубова Поляна в Мордовии. Пишут, что сгорела вся комната с данными призывников резервистов. Призывная кампания после этого была остановлена. Кроме этого, участились случаи, когда ФСБшникам, Эшникам и другим ментам поджигают машины. Вот это, например, горят машины, принадлежащие сотрудникам Центра специального назначения ФСБ в Московской области. А на прошлой неделе был случай, когда коктейль молотого прилетел прямо в автозак. Итого, друзья, война еще даже официально не начиналась. Сейчас идет только спецоперация. Мобилизацию еще никто не объявлял, а уже в шести регионах за два месяца попытались сжечь военкоматы. Представляете, что начнется, если Путин решит объявить мобилизацию и раздаст молодым пацанам гранаты и автоматы Калашникова? Как вы думаете, что они будут делать с этими гранатами и Калашами? Поедут они воевать в Украину, сражаться за дворцы Путина, за яхты Сечина и Медведева? Или они развернутся на 180 градусов, забросают этими гранатами в военкоматы и наставят эти Калаши на тех, кто заставит их идти туда воевать на фронт? Мне кажется, что Путин уже в безвыходном положении. Потому что без объявления мобилизации войну он уже проиграл, а если он решится сейчас, рискнет объявить мобилизацию и раздаст озлобленному, обманутому, ограбленному народу оружие, то это оружие будет применено против него самого. Евгений Чичваркин рассказал, что путинская верхушка настолько обеднела из-за санкций, у них отобрали весь международный бизнес, сейчас ФСБшники и менты скатятся до того, что будут отжимать парикмахерские кафешки. Мы идем к полной государственному контролю, к тоталитаризму. Мелкие парикмахерские кафешки, торговля едой. Теремок. Вся торговля едой. Пятерочки, вкус виллы, все-все-все. Вся торговля едой и вся будет сладкая, потому что еда так или иначе будет чудовищно дорожать. Страны, с которыми можно привезти будет мало, понятно, для генералитета ФСБшного, это чудовищная, огромная кормовая база, где они еще не нажрались. Путинская ОПГ в 2010 году. Канны, Монако, Швейцария. Самая элитная, роскошная недвижимость. Яхты, самолеты, бизнес-джеты. Путинская ОПГ в 2015 году. Санкции уже хоть кое-как работают. Зато осталась контрабанда нефти, кокса. Худо-бедно, но на дачу в Крыму еще можно заработать. 2022 год. Парикмахерские, кафешки, пивнухи, чебуречные. Короче, путинская ОПГ возвращается в свою привычную среду обитания. Посмотрите, соловейный помет встречается с подставными бабульками из Мариуполя. Я таких людей не видел. Они потом подошли ко мне, у них было ощущение, что включили телевизор. И им хотелось говорить, им хотелось рассказывать, им хотелось меня потрогать, обнять, посмотреть живой, а не живой. А в лицо плюнуть не захотелось? Ну, значит, это не настоящие мариупольцы. Настоящие, не настоящие. Главный вопрос, который они все задавали, был только один. А вы не уйдете? Вы нас не бросите? Ну, Соловьев уже точно никуда не уйдет. Даже если он все бросит. Так, а что им кричать и ругаться? Они ж подставные. Они ж никогда не были в Мариуполе. Никто из них не говорил, зачем вы пришли, потому что они знают, кто обстреливал, как обстреливал, зачем обстреливал. Сравните этих чистых бабулек с беззаботными лицами, с теми, кто реально прошел Мариуполь. Он не может быть целым, потому что там бомбежки каждый день были. Сколько мы сидели в будке, или сколько и бомбили. В течение месяца, допустим, мы ели 40 с лишним человек, 6 консерв, с них варилось 2 ведра супа и все. Это на целый день. Пришли солдаты. Первых 11 человек вывели тяжело больных. Астма, инсулин, который им потребовалось. И потом вот случайно нас троих. Там осталось 40 с лишним человек и дети мои. Нас уверили, что там именно убежище проектированное, качественное. Думали на 2-3 дня, а вот 24-го числа с февраля. Люди, я вас очень прошу. В нашем бункере осталось 42 человека. Там дети 12-летние. 15, 16, 18-летние. Их надо оттуда достать. Сейчас идет активный обстрел. Остали. Надо их оттуда спасти. Вы не понимаете, как это страшно. Когда сидишь в бомбу-убежище в сыром, мокром подвале, а он вот так подпрыгивает и вот так его качает. Посмотрите, вот какие маленькие дети. 2 месяца вазов стали сидеть. Под завалами, в фото-комбус. Вот посмотрите, где растут эти дети. А разве они чем-то виноваты? Мы, мне кажется, прошли все походные условия. Сделали все возможное и невозможное. Потому что здесь все большое военное. Они помогли нам со смесями. Когда смеси уже заканчивались, мы где-то заходили в банку, пытались ее варить. Кипяток мы сделали просто на свечках. Для того, чтобы добыть воду, это под устрелами нужно было другие цеха. Наши мужчины этим всем занимались. Мой папа лично попал под устрел. Но, слава богу, все обошлось. Французская полиция арестовала 10-комнатную виллу Михаила Фридмана в Сент-Тропе. Я вот не мог понять, откуда у него бабки ходить по ресторанам, если он сам до этого жаловался, что ему заблокировали все счета. Оказывается, Фридман сдавал эту виллу в аренду и зарабатывал на этом от 180 тысяч до 440 тысяч евро в месяц в сезон. Сейчас французская полиция перепроверяет, откуда ему еще могут копать денежка и будет перекрывать ему все эти финансовые потоки. Михаил, ну ты не расстраивайся. Для предпринимателя кризис – это же время возможностей. А возможностей сейчас много. Хочешь, сторожам иди. Сторожи, арестованные яхты российских олигархов. Хочешь, в Чичваркину можно устроиться, в ресторан посуду мыть. Не падай духом. Самое интересное оно, Миша, только начинается. Субтитры создавал DimaTorzok